Гостями первого международного паркового форума, прошедшего в Москве при информационной поддержке ТВ-Брикс, стали специалисты из Китая, Бразилии, Южноафриканской Республики, Египта, Индии, Эфиопии, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран. Я думаю, что этот форум — уникальная платформа, где люди из разных стран собираются вместе, чтобы обменяться опытом и поделиться готовыми решениями, как сделать нашу планету самой чистой и прекрасной во Вселенной. Я уверен в том, что люди должны быть частью природы, они должны жить в природе и делать всё для её сохранения, а не просто пользоваться ей. Вот главная идея, которую я хочу донести на этом форуме. На пленарных заседаниях и панельных дискуссиях представители исполнительной власти, бизнеса, директора парков, архитекторы и урбанисты обсуждали методы, которые позволят сделать города Брикс более комфортными и экологически чистыми. Рассмотрели и уже созданные совместные проекты. Например, парк Хуамин в Москве. Мы внимательно подумали, где построить, допустим, павильоны, арки, пруты, мостики, и куда сеять эти растения, и какие растения посеять. Все эти сочетания строго соответствуют правилу фэншэй. Участники форума делились друг с другом опытом обустройства общественных пространств. Парки российской столицы гости смогли увидеть во время обзорной экскурсии. Мне удалось побывать в Зарядье, просто словами не передать, как мне всё там понравилось. Отличный дизайн. Но главное, что меня потрясло, это то, как здорово архитекторам удалось интегрировать разные природные зоны в городской массив. Я много слышала о прекрасной архитектуре и красивых парках Москвы. И мне, наконец-то, представилась возможность увидеть всё это и предложить сотрудничество в сфере благоустройства. Я думаю, Египту можно многому научиться у Москвы. В стране сейчас строительный бум, новые масштабные девелоперские проекты. И нужно уделять очень серьёзное внимание экологии и зелёному пространству, как это стараются делать в Москве. По мнению участников встречи, в каждом современном парке должно быть достаточно места для подрастающего поколения. Это часть экспозиции о том, как могут выглядеть детские площадки 21 века. За два дня участники форума не только обсудили актуальные вопросы отрасли, но и начали работу над новыми международными проектами. Я думаю, что большие ещё дела и многие открытия, вовлечения граждан. В общем, всё, как мы любим в стране, взялись за руки, вперёд работать и благоустраивать. В планах по развитию российских регионов, например, реконструкция набережной Казанского озера Кабан, где на фундаменте дореволюционной фабрики будут возводить сверхсовременное и экологичное жильё. Василий Кучушев, Никита Дмитров, ТВ Брикс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова